Советский Союз настойчиво проводил политику сохранения мира. На защите этих интересов стояла Красная Армия и ее полководцы, первые маршалы Советского Союза. Климент Ефремович Ворошилов, Михаил Николаевич Тухачевский, Александр Ильич Егоров, Семен Михайлович Буденный, Василий Константинович Блюхер. В 1935 году в Красной Армии вводят офицерские звания, как при царе, и учреждают маршалов, которых прежде в России вовсе не бывало. До сих пор были только армейские должности. Командир взвода, роты, батальона, полка. Это признано недостатками кадровой системы и возвращены офицеры. Капитан, майор, полковник, а на флоте капитаны 3-го, 2-го и 1-го ранга. Пока оставлены должности командира бригады, дивизии, армии и флотских флагманов, а высшее снова звание маршал. Маршалов Советского Союза поначалу пятеро. Нарком, то есть министр обороны Климент Ворошилов. Сталинская Конституция – это величайший подарок человечеству. Его зам Михаил Тухачевский с репутацией действительного строителя вооруженных сил. Наши подъемные расходы по отношению ко всему бюджету значительно меньше, чем это имеет место в большинстве государств. Начальник генерального штаба Александр Егоров, царский офицер, перешедший к большевикам, Василий Блюхер, командующий особой дальневосточной армией на стратегически важном направлении, и герой гражданской войны Семен Буденный. Трое из них станут жертвами большого террора. Да здравствует наш великий Сталин! Ура! Первым среди равных считается Ворошилов. Про него так и поют. И первый маршал в бой нас поведет. Когда нас в бой пожертвовали Сталину, И первый маршал в бой нас поведет. Еще раз! Знаки различия главных военачальников поначалу скромные. На петлицах и рукавах вышиты большие звезды. Дореволюционные звания генералов и адмиралов восстановят в 1940-м, а в 1943-м вернут погоны. Они считались самыми царскими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова